Всем привет, с вами WWE Vlog, Руслан Фадеев, и уже завтра в Австралии пройдет шоу Elimination Chamber, последняя остановка перед Wrestlemania. Честно говоря, список матчей выглядит настолько предсказуемо, что как будто бы и прогнозы тут особо не нужны, но тем не менее, давайте быстренько пройдемся по заявленному карду. Грейсон Уоллер проведет свое ток-шоу на родной земле и примет у себя в гостях Коди Роудса и Сета Роллинса. Скорее всего, ведущий будет давить на то, что Коди не в силах тягаться с Bloodline, особенно теперь, когда к ним присоединился Рок. Но и наверняка Уоллер отхватит парочку приемов за свою дерзость. Инди Хартвелл все-таки решили не оставлять без выступления на родине, и в последний момент на при-шоу добавили матч, в котором Анас Кэндис поборется за женские командные титулы. Не буду утверждать, что успешная защита воинов Кабуки гарантирована на 100%, но выглядит бой именно как поощрение для Австралийки, но о победе здесь речи не идет. Судный день будет защищать командное чемпионство от британской команды Пита Дана и Тайлера Бейта. В очередной раз посетую на то, что в командном дивизионе наблюдается очень тухлая картина. Балор и Прист без каких-либо сюжетов просто выносят все команды по очереди. Скорее всего, такая же участь ожидает и бывших чемпионов NXT UK. Командные титулы давно пора разделить, но WWE как будто тупо лень этим заниматься. Рия Рипли по сути главная австралийская звезда WWE на сегодняшний день, и разумеется она не могла остаться без матча на этом шоу. В этот раз на ее титул претендует Ная Джекс, которую с момента возвращения в прошлом году еще ни разу не удерживали. Сможет ли это сделать Рипли? Да, я в этом нисколько не сомневаюсь. А вот кто будет соперницей Рипли на WrestleMania определится в матче Elimination Chamber. И хотя здесь аж шесть участниц, этот бой кажется ничуть не более интригующим, чем предыдущий. WWE уже сами начали прогревать зрителей к потенциальному матчу Рипли и Бекки Линч на главном шоу года. И я не представляю, что должно случиться, чтобы этот сценарий решили поменять. Похожая ситуация складывается и в мужском Elimination Chamber, где определится соперник Сета Роллинса на WrestleMania 40. Состав получился довольно сильный, но уж слишком выделяется на фоне остальных Дрю Макентайр. После того, как он буквально убрал Семпанка с пути, он уверенными шагами идет к Рестлмании. И я сильно сомневаюсь, что кто-то сможет его остановить. Шоу действительно выглядит максимально предсказуемо, и я крайне удивлюсь, если результаты по итогу будут отличаться от моих прогнозов. Остается надеяться, что Чемберы сами по себе выйдут зрелищными и интересными для просмотра. Если хотите увидеть все в прямом эфире, то приходите на нашу трансляцию ВКонтакте, вся информация есть в описании. Обратите внимание, что шоу пройдет не ночью, а в субботу днем. Начало в 12 часов дня по московскому времени. А еще среди донатеров стрима я разыграю вот такую фигурку Романа Рейнса из элитной серии. Всем желаю удачи. Как всегда, благодарю всех подписчиков моего Бусти за поддержку, и желаю всем отличного шоу. До новых встреч. Пока-пока.